О политических, экономических и социокультурных аспектах регионального управления на Европейском Севере говорят в эти дни в столице Коми ведущие российские эксперты. 15-я Всероссийская научная конференция проходит в Республиканской Академии Госслужбы. Основные вопросы заседаний и круглых столов развития Севера и Арктики, местного самоуправления и управления регионами. Подробнее в репортаже Павла Королева. О предпринимательстве на Севере и в Арктике говорят на первом круглом столе. С каждым годом проблематика регионального управления на Европейском Севере становится актуальнее, а конференция расширяет круг вопросов и число участников. И сегодня среди участников конференции не только представители научного сообщества и вузов Республики Коми, но и целый ряд, даже несколько, наверное, десятков научных и образовательных организаций принимают участие в работе нашей конференции. Мы стараемся приглашать к её работе ведущих российских экспертов в области регионального управления, в области вот этих различных аспектов управления на Севере. Один из ведущих экспертов – московский профессор Института регионального консалтинга Александр Пелясов более 35 лет занимается исследованием Севера и Арктики. Здесь делится с коллегами накопленными знаниями. Одна из свежих работ об укладе и освоении российской Арктики. Учёный убеждён – решение проблем находится в промышленной и технологической политике. Технологии, с одной стороны, провоцируют сильнейшие социальные контрасты сегодня, а с другой стороны, в перспективе, по мере своего укоренения, дают возможности, наоборот, выравнивания социального развития. Поэтому вот мы, как бы сказать, сегодня должны, мне кажется, больше внимания и больше приоритет отдавать изучению и исследованию роль искусственного интеллекта, в целом новых технологий в развитии Севера и Арктики и в решении социальных проблем. Особое внимание на научной конференции и основам местного самоуправления. Ценность местного самоуправления сегодня в современном мире в целом подвергается сомнению. И я бы, наверное, начала с того, что местное самоуправление – это всё-таки возможность местного сообщества, то есть возможность каждого участвовать в решении местных дел, в решении той части дел, которая заботит каждого, которая входит в жизнь каждого ежедневно. И вот посредством такого участия формируется сообщество действительно как единый коллектив. Региональных управленцев Коми вот уже 26 лет готовит Академия госслужбы. Таких вузов в стране немного. Сегодня в гостях Коми представители Башкирской академии. Здесь же на конференции вузы подписывают договор о сотрудничестве. Это сотрудничество как в сфере образования основного и дополнительного, это совместные научные исследования, получение грантов, ну и, безусловно, общение наших преподавателей, повышение ими своего уровня. Безусловно, у нас очень серьёзные наработки в сфере подготовки государственных и муниципальных служащих, очень интересные программы дополнительного образования, которые в том числе связаны и с трендами, которые сейчас идут в сфере цифровизации. Одну из секций конференции посвящают культурному и языковому наследию народов Севера и Арктики. Говорят о развитии Коми-языка, в частности, о стратегии развития литературного языка, обучения в школе топонимики, новых интонациях в современной речи. Обсуждение вопросов объединили представители власти, бизнеса, науки и образования, чтобы в ходе дискуссии выработать научно-практические и научно-методические рекомендации по дальнейшему развитию северных территорий. Павел Королёв, Анастасия Тюрнина, Павел Фетисов, телеканал Юрган.